Доддл Джамп, Фифа, Симс, Сабвайсерф, любимые ваши игры, не так ли? Ну хоть одна из них. А кто из вас сегодня, ну или вчера, играл, например, в ручеек или в ошибалы? Все забыли про эти старые детские дворовые игры. Заменили их на компьютерные, ну или мобильные. Мы попросили иностранных студентов показать нашим русским детям их народные игры. Может быть, заморские забавы им покажутся интереснее? Ну, вы не там, да? Ну, все. А эта немецкая игра очень похожа на нашу русскую «Горячо-холодно». Называется «Топ-шлаг». Типа, ну, бить кастрюлю. Самому отважному завязывают глаза и вводят в центр. Участник с помощью деревянной ложки, ползая по полу, должен найти перевернутую кастрюлю, под которой спрятаны сладости. Нашел? Бей ее ложкой. И чем громче, тем лучше. Если детский день рождения, почти все играют вот эту игру. Следующая игра – это «Ниндзя». Суть ее заключается в том, чтобы... Я думаю, что «Ниндзя» – это как каратэ, и тебе надо... Мы начинаем так, и потом или так, или так. И это как... Мне надо бить рука. Это очень занимательно и интересно. Я даже такого вот не видела ни в лагерях, ни вот на улице. Это что-то новое для меня. Вот. И эта игра очень понравилась. Еще одну интересную игру представила девушка из Франции. Команды по семь человек выстраиваются друг напротив друга и рассчитываются по номерам. В центре кладется мяч, ну или шарф, как это было у нас. Водящий выкрикивает номера, которые должны выбежать из строя, успеть забрать шарф и принести его в свою команду. Чья команда наберет больше очков, та и выиграла. На первый взгляд все просто, но когда водящий выкрикивает сразу несколько номеров, начинается настоящая бойня. Ну а чтобы произошел полноценный обмен опытом, Даша со своими друзьями научит Айфе-студентов играть нашим русским народным играм. Сейчас мы поиграем в очень интересную игру «Сломанный телефон». Шел слоник через мост. Шел слоник через мост. Вышибала одна из самых популярных игр с мячом нашего детства. Все просто. Задача вышибал попасть в игроков мячом. Задача игроков уворачиваться от него. Тот, в кого попал мяч, считается выбывшим и покидает игровое поле. Ручеек. Самая старая и, пожалуй, самая популярная игра на Руси. Именно она и запомнилась нашим иностранным гостям больше всего. Какая тебе понравилась? Ну, какая мне понравилась? Ну, знаете, игра, в которой вместе два человека с руками держится. Ручеёк. Да. Как ручеёк? Ручеёк. Ручеёк. Меня понравилась ручеёк. Я думаю, если кто-нибудь играет вместе, все забывают, кто они вообще. Они просто играют, и им смешно и весело. Они просто забывают, что... Ну, например, я забыла, что они русские, они итальянцы. Да, спасибо. В общем, как вы уже, наверное, сами догадались, игра объединяет Франция, Германия, Италия, Австрия, ну и, конечно же, Россия, сплотились в единое целое. Ура! Ну и, конечно же, мы хотим pillarsman, которые расписались в 15 explanations.